Новости с передовой. Что происходит в районе Дебальцево? Узнаем мы Вениамина Трубачева. Веня, здравствуй. Какая у вас обстановка? Как часто открывают огонь? Да, Алексей, в районе Дебальцево обстановка по-прежнему сейчас напряженная. Постоянной канонады, которая была еще несколько дней назад, нет. Но вот периодически слышны залпы и взрывы. Боевики стреляют из минометов сейчас в основном по позициям украинских военных. Армейцы же открывают огонь в ответ, только если точно известна позиция боевиков. И вот в целом на этом участке фронта продолжаются такие локальные бои. Ну вот отдельные подразделения военных до сих пор находятся в Дебальцевском кольце. Сегодня нескольким бойцам удалось вырваться из окружения. Они шли ночью пешком. По-другому сейчас не пробраться. Все выезды и въезды в Дебальцево контролируют боевики. Много там засад и огневых позиций террористов. И вот сколько еще десятков, может быть сотен военных находятся в окружении, точно сейчас сказать никто не может. Есть те подразделения, которые вышли вместе с командирами. Командир выводит 50 человек. Там в котле остается 300 человек. До сих пор выходят сейчас люди по одному, по два кучками. Они выходят с этого котла, с окружения. Третья рота капитана Станковича залишилась в окружении на окружениях села Тобовицка. И, соответственно, наказа по выходу нет. Это порядка 120 человек, которые залишились в степу. И, соответственно, их доля достаточно неизначена. Пока относительно тихо. На этом участке фронта на передовую едут волонтеры. Ежедневно я вижу десятки автомобилей. Люди со всех областей без преувеличения привозят военным теплую одежду, спальники, продукты, генераторы. Это все самое необходимое сейчас для жизни в полевых условиях. А уже ребята сами обычно готовят еду недалеко от окопов, окопов на кострах, чтобы в случае обстрела рядом с окопом и успеть спрятаться в укрытии. Каша гречнева с кушомкой. Что еще? Ну вот кава есть у нас, еще не молоко. Багато волонтерской допомоги, закрутки. Есть и есть, но это даже грех же жалиться.